Я выбирал достаточно долго и много, и в конечном итоге остановился на N-серии от Asus. А конкретно Asus N750GK на новейшем процессоре Core i7 4710HQ. И сегодня у нас будет анбоксинг этого ноутбука, первый взгляд и первое знакомство. Параллельно я расскажу, почему именно ноутбук, а не персональный компьютер, где покупал, почем и обо всем по порядку. Поехали! Ну, во-первых, коробка достаточно большая и реально очень тяжелая. Здесь, наверное, килограмм пять, если не меньше. Ручка крепкая, широкая, достаточно мягкая пластмасса, поэтому носить эту коробку можно без всяких проблем. На коробке изображение самого ноутбука, а на торце характеристики. Изначально я совсем не хотел делать анбоксинг, но, к сожалению, пока я выбирал ноутбук, столкнулся с тем, что на ютюбе практически нет обзоров ноутбуков от Asus N-серии. Есть различные записи видеороликов из игр, но непосредственно обзоров ноутбуков, видеообзоров крайне мало. Итак, вскрываем коробку. Под верхней крышкой находится сам ноутбук. Корпус ноутбука полностью металлический. На крышке логотип Asus. Естественно, в комплекте идет гарантийный талон. На ноутбуке Asus действует ограниченная двухлетняя гарантия. Под крышкой идет различная документация руководства пользователя. Болтики для установки еще одного жесткого диска. Это очень здорово, поскольку в дальнейшем планируется апгрейд и установка SSD накопителя. Липучка для кабеля. Сетевой шнур. Идем дальше. В боковом отсеке у нас находится само зарядное устройство. Также с логотипом Asus. Как вы видите, оно достаточно большое, массивное и тяжелое по весу. Но, в принципе, это неудивительно. А еще здесь же находится сабвуфер. Честно говоря, я ожидал, что он будет, конечно, намного больше. Но, в принципе, есть и есть. Больше в коробке ничего нет. Итак, чего я не обнаружил. Я не обнаружил диска с драйверами. Ни диска, ни флешки. Что весьма прискорбно и, честно говоря, печально. Ровно то же самое я видел, когда недавно делал обзор камеры Logitech C920. Все производители вдруг стали не по-детски экономить. И лениться класть драйвера и комплектное ПО на съемном носителе, на сменном носителе. Ну что ж, с комплектацией разобрались. Давайте поближе взглянем на сам ноутбук. Итак, переходим к самому ноутбуку. Как я уже говорил, корпус ноутбука выполнен полностью из металла. В связи с этим масса получается достаточно большая. Если не ошибаюсь, 3,3 кг примерно. И в руках ощущается он весьма увесистым. Верхняя крышка металлическая, фактурная. Отпечатки на ней видны не очень сильно. С этим проблемой быть не должно. Толщина ноутбука порядка 3 см. И для устройства такого класса, такой производительности, это очень даже неплохо. Крышка фиксируется на магнитах, никаких защёлок нет. Открывается достаточно туго. И экран можно зафиксировать, в принципе, под любым углом. Открывается достаточно широко, где-то примерно на 120-130 градусов. Этого, я считаю, более чем достаточно. Итак, идём далее. Здесь у нас есть небольшая решётка для воздухозабора. Резиновые ножки. Прирезиненные, которые будут препятствовать скольжению ноутбука на столе. Наклейка. Ноутбук предпоставляется с предуставленной Windows 8.1 64 бита. Нижняя крышка съёмная. И может быть снята даже в домашних условиях. Для этого вам потребуется отвертка типа торкс, звёздочка. И нужно будет выкрутить несколько болтов. При этом после съёма крышки вы легко сможете почистить пыль, установить SSD и добавить оперативную память. Это был один из критериев выбора. Так, чтобы ноутбук можно было проапгрейдить в домашних условиях, не прибегая к условиям и услугам сервисного центра. На заднем торце ничего особенного и примечательного нет, кроме вот такой вот решётки воздухоотвода. Я так понимаю, отсюда во время работы будет выдуваться горячий воздух. На правом торце у нас расположились гнездо для наушников и гнездо для микрофона, что очень важно для меня. Я смотрел модели от HP и MSI, и там гнездо для наушников и микрофона было совмещенное, что меня не устраивало. Дальше идут два USB порта. Они не выделены синим цветом, но вообще здесь все четыре порта, имеют спецификацию USB 3.0. Платок DVD-привода, привод здесь комбо, пишущий. Дальше у нас здесь выход на сабвуфер и гнездо для замка Kensington Lock. Больше ничего примечательного на этом торце нет. На левом торце у нас находится разъём для подключения блока питания, разъём RJ45 для подключения план-кабеля, HDMI, мини-дисплей порт, ещё два USB 3.0 и SD-карт-ридер. Больше ничего интересного здесь нет. На передней грани расположились только светодиодные индикаторы, которые будут гореть во время работы и удивлять пользователя о различных процессах, происходящих в этой машине. Давайте поближе познакомимся с тем, как он выглядит в глазах пользователя. Тачпад достаточно большой, поверхность его приятная, палец скользит хорошо. Клавиатура достаточно большая, расстояние между клавишами приличное и есть полноценный цифровой блок, что не может не радовать. Ноутбук оснащается достаточно качественной акустикой и специальными различными примочками для улучшения качества звука. Но, естественно, нужно понимать, что в таком устройстве не может быть какого-то звука с такими же характеристиками, как в полноценной внешней акустике. Поэтому не стоит ожидать чего-то сверхъестественного. Под экраном находится логотип Asus. Встроенная веб-камера никуда не делась. Она позволяет записывать видео в 720p. Но для меня, владельца Logitech C920, это не очень актуально. Рамки вокруг экрана достаточно тонкие, но могли бы быть и потоньше. Поверхность экрана матовая и не должна сильно бликовать на свету и при искусственном освещении. Ну что ж, включаем. Зажужжал жесткий диск. Заработали вентиляторы, появился логотип. Начинается первое включение. Обошелся мне в 42 290 рублей, что достаточно много. Почему именно ноутбук? Почему не персональный компьютер? Дело в том, что в двухкомнатной квартире не так много места. И поставить персональный компьютер полноценный просто некуда. Для этого нужно покупать удобный стол, а для него просто реально нет места. Поэтому ноутбук. Машина выбиралась на 4-х ядерном процессоре, мощная. Это было одно из основных требований. При этом также учитывался объем оперативной памяти и возможность апгрейда и расширения ноутбука. Здесь устанавливаем Windows 8.1 64 бита. Это Single Language License. Итак, что сразу бросается в глаза. Встроенный адаптер Wi-Fi поддерживает только один диапазон 2,4 ГГц. Что очень странно, на третий квартал 2014 года даже мой умный телевизор от LG имеет двухдиапазонный Wi-Fi приемник. Печально, но что поделать. Итак, первые впечатления от ноутбука. Они крайне положительные, позитивные. Это хорошее устройство. Мощное, стильное, производительное. Радует глаз, занимает не очень много места. Дальше я потестирую как следует. Смотрите вторую часть обзора в скором времени, где я подробно расскажу о своих впечатлениях от этого устройства, о его начинке, производительности, о том, какие задачи он позволяет решать. И о всем таком. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Также заходите в нашу группу ВКонтакте, вступайте в нее. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok